Сура третья. Семейство Имрана. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Алиф, Лям, Мим. Аллах. Нет Бога, заслуживающего поклонения, кроме Него. Он живейший, извечный и вечно живой. Сущий, существует без нужды в ком-либо, и все нуждаются в Нем. Не спасал Он тебе, о пророк, книгу Коран. С истиной, которая содержит только истину, и которая является подтверждающей истинность того, что было не спослано от Аллаха до нее, до этой книги, Корана. И не спасал Он Тору, пророку Муси, и Евангелие, пророку Ииси. Раньше, прежде Коран, как руководство, источник знаний для людей, и не спасал развлечения, книгу, которая разделяет истину и ложь. Поистине, те, которые стали неверующими в знамение Аллаха, для них уготовано сильное наказание. Поистине, Аллах величественен и обладатель мщения по отношению к тем, которые отвергают его знамение. Поистине, Аллах таков, что не скроется от Него ничто на земле и на небе. Только Он Аллах, Тот, кто придает вам форму в утробах ваших матерей, как пожелает. Нет Бога, заслуживающего поклонения, кроме Него, величественного, мудрого. Только Он Аллах, Тот, кто не спасал тебе о Мухаммад, Писание, Коран. В нем есть аяты с однозначным смыслом, ясные и очевидные по смыслу, которые являются главной книгой, главной ее частью. И есть и другие аяты, с многозначным смыслом. Аят, который может истолковываться по-разному. Примеры таких аятов. Аяты о запрещенном и дозволенном, аяты о границах, установленных Аллахом, аяты о видах поклонений. Что же касается тех, в сердцах которых есть уклонение от истины, то они следуют за тем, что в нем сходно, за аятами с многозначным смыслом, желая посеять среди верующих смуту, сомнение, и желая толкования этого, которое соответствует их ложному пути, но не знает его толкования, точного толкования аятов с многозначным смыслом никто, кроме Аллаха. И твердые в знаниях, обладающие убежденностью, говорят, «Мы уверовали в Него, в Коран, все, все аяты от нашего Господа, но внимают увещанием, получают пользу от этого только обладатели здравого разума». «О Господь наш, не уклоняй наши сердца от истинной веры, после того, как Ты наставил нас на истинный путь, даровал веру, и дай нам от Тебя милость, ведь Ты поистине вседарующий». «О Господь наш, поистине Ты соберешь всех людей для дня, для дня суда, о котором, о наступлении которого нет сомнения. Поистине, Аллах не меняет Своего обещания». Примеры аятов с многозначным смыслом. Алиф, лям, мим. «Ведь Мессия, Иса, сын Марьям, только посланник Аллаха и Его Слово, которое Он бросил Марьям, и Дух от Него». Сура женщины. Аят 171. Притолкование иносказательного аята смысл определяется только в связи с ясно изложенными аятами. «Поистине те, которые стали неверными, отвергли истинную веру, никогда не избавят, не спасут их неверующих, имущество их и дети их от наказания Аллаха как в этом мире, так и в вечной жизни, ни на сколько». И такие неверующие – растопка, топливо для огня ада. Их неверие и также последовавшие за этим наказания их подобно произошедшему со сборищем фараона, с фараоном и его приспешниками, и подобно произошедшему с теми общинами, которые жили до них. Они отвергли наши знамения, ясные доказательства, которые не спасал Аллах, и вскоре схватил, наказал их Аллах за их грехи, за их неверие и упрямство, и поистине Аллах строгий в наказании тех, кто не кается в неверии и ослушании его. Скажи, о пророк, тем, которые стали неверными, иудеям и другим, которые отказались помочь тебе в день битвы при Бадре. Вскоре, уже в этом мире, вы будете побеждены, и в день суда вы будете собраны гиене, аду, и как ужасно это огненное ложе. «Было для вас, о высокомерные и упрямые мединские иудеи, знамение в двух войсках, которые встретились у колодца Бадр. Одно войско сражается на пути Аллаха, пророк Мухаммад и его сподвижники, а другое войско – неверующие. И увидели они неверующие, их верующих вдвойне большими на взгляд, чем они были на самом деле. И ведь Аллах подкрепляет своей помощью, кого пожелает. Он сделал так, чтобы помочь верующим. Поистине, в этом, в том, что произошло, назидание для проницательных, тех, кто правильно видит и понимает события и вещи. Разукрашена людям страстная любовь к женщинам и детям и нагроможденным кентарам, большому количеству золота и серебра, и меченым породистым коням, и скоту, верблюдам, коровам, овцам и посевам. Это удел жизни ближней, приходящие блага этого мира. А у Аллаха хорошее по награде и возвращению пристанище. Рай. Скажи, о посланник, не сообщить ли мне вам, о люди, про лучшее, чем это, чем то, что есть в этом мире? Для тех, которые остерегались наказания Аллаха, исполняя его повеления и отстраняясь от того, что он запретил. У Господа их сады рая, где текут под ними под высокими дворцами и тенистыми деревьями реки. Они там будут пребывать вечно. И супруги чистые, из которых не выходит ничего нечистого, ни лжи, ни грехов, ни ослушания. И им в раю еще большее, чем все это, благоволение от Аллаха. Поистине Аллах видит рабов, тех, которые говорят, «О Господь наш!» Поистине мы уверовали в Тебя и последовали за Твоим посланником. «Прости же нам наши грехи и защити нас от наказания огня ада, терпеливых в повиновении Ему, в остережении от услушания Его, и когда их постигает беда, правдивых в своих речах и делах, всецело подчинившихся Ему, расходующих свои средства ради Его довольства, просящих прощения в предрассветное время, в конце ночи». «Свидетельствует сам Аллах, что нет Бога, заслуживающего поклонения, кроме Него, и свидетельствуют об этом ангелы и люди, обладающие знанием. И также Аллах, и они свидетельствуют, что Он исполняет справедливость. Нет Бога, заслуживающего поклонения, кроме Него, величественного, мудрого». Поистине вера и закон пред Аллахом, та, которой он доволен, из которой он посылал своих посланников, ислам, полная покорность Аллаху. «И разошлись, впали в противоречие между собой в вопросах веры и закона и раскололись на различные толки те, кому было дано Писание, иудеи и христиане, лишь только после того, как пришло к ним знание от Аллаха, часть которого содержится в его книге и часть которого передал от него его посланник, из злобной зависти между собой. А если кто проявляет неверие в знамение Аллаха, которое указывает на то, что только Он является Господом всего и Богом для всех, то ведь поистине Аллах быстр в расчете, и Он воздаст им за их деяния. А если они, люди Писания, станут припираться с тобой, о Пророк, о Единобожии, после того, как до них дошел явный довод, то скажи, «Я предал свое лицо только Аллаху, признаю только Аллаха единственным истинным Богом, и те, кто последовали за мной, верующие». «И скажи тем, кому дано Писание, и безграмотным арабам-многобожникам, предались ли вы, приняли ли вы покорность Аллаху? И если они предадутся Аллаху, то это будет значить, что они пошли по истинному пути, а если они отвернутся, то на тебе, о посланник, лежит обязанностью только доведение, а Аллах видит своих рабов». «Поистине, те, которые проявляют неверие в знамение Аллаха, отвергают ясные доказательства, которые дал Аллах, и убивают пророков без никакого на это право, и убивают тех из людей, которые приказывают справедливость и следование по пути пророков, обрадуя их мучительным наказанием. Такие – это те, дела которых оказались тщетными в этом мире и в вечной жизни, и нет им никаких помощников, которые спасли бы их от наказания Аллаха». «Разве ты, о посланник, не видел тех, которым была дана часть Писания, иудеев, которые знают, что то, с чем ты пришел, является истиной? Их зовут к Писанию Аллаха, к тому, что говорится в Коране, чтобы оно, Писание, решило между ними относительно чего они расходятся. Затем же, когда это не соответствует их прихотям, некоторые из них отворачиваются от решения Аллаха, отвратившись от истины. Это их отклонение от истины, потому что они сказали, никогда не коснется нас огонь, ад, разве что на исчисленные дни. И обольстила, обманула их в отношении их веры то, что они измышляли, их ложное убеждение. А как будет, когда мы их соберем для дня, дня суда, относительно которого нет сомнения, и каждой душе будет дано сполна ее воздаяние за то, что она приобрела, совершила, и они не будут притеснены, воздаяние будет справедливым. Скажи, о посланник, о Аллах, владыка царства, ты даруешь власть и богатство, кому пожелаешь, и отнимаешь власть и богатство, у кого пожелаешь, и ты возвеличиваешь, кого пожелаешь, и унижаешь, кого пожелаешь. В твоей руке все благо, ты ведь над каждой вещью мощен. Ты, о Аллах, вводишь ночь в день, и вводишь день в ночь, изменяя продолжительность дня и ночи в зависимости от сезона года, и выводишь живое из неживого, человека из семени, птицу из яйца, растения из семян, и выводишь неживое из живого, семя из человека, яйцо из птицы, и наделяешь пропитанием, кого пожелаешь, без счета. Пусть верующие не берут себе сторонниками, любимыми и помощниками неверных вместо верующих. А кто сделает это, у того с Аллахом нет ничего общего, Аллах Всевышний отрекается от него, за исключением тех случаев, когда вы будете опасаться их из соображений, остережения. Аллах Всевышний разрешает заключать с ними перемирие, когда от них исходит опасность, до того времени, пока вы не станете сильными. При этом нельзя иметь намерение остережения их в душе, а можно только внешне. И предостерегает Аллах вас от самого себя, и к Аллаху предстоит конечное возвращение. Скажи, о пророк верующим, если вы скроете то, что в ваших грудях, душах, или проявите это, то Аллах знает это, и ведь Он знает то, что в небесах, и то, что на земле, и Аллах над всякой вещью мощен. В тот день, в день суда, каждая душа найдет представленным то, что она в земной жизни сделала доброго, и что она сделала плохого, и будет ждать воздаяния за это. И захочет она, чтобы между ней и этим плохим деянием был большой промежуток. И предостерегает вас Аллах от самого себя. Бойтесь его гнева, и в то же время знайте, что Аллах сострадателен к рабам. Скажи, о посланник, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, тогда полюбит вас Аллах, и простит вам ваши грехи, ведь Аллах прощающий, милосердный. Скажи, о посланник, повинуйтесь Аллаху, следуйте по его книге, и посланнику, следуйте его путем. А если вы отвернетесь, то знайте, что поистине Аллах не любит неверующих. Поистине, Аллах избрал Адама, Инуха, и род Ибрахима, и род Имрана над мирами, теми людьми, которые жили в их время, как потомство одних от других, все они были единобожниками, и на одном убеждении, и ведь Аллах слышащий, знающий. Напомни людям, о пророк, как однажды сказала жена Имрана, мать Марьям, Господи, поистине, я дала обет тебе о том, что то, что у меня в утробе, станет освобожденным только для тебя. Она думала, что у нее родится сын, и она дала обет, что она посвятит его только для служения Господу. Прими же от меня мой обет, ведь поистине ты всеслышащий, всезнающий. И когда она, жена Имрана, сложила ее, родила, то сказала, расстроившись, Господи, поистине, я сложила, родила ее, женского пола, который не подходит для служения в храме. А Аллах лучше знает, что она сложила. Жена Имрана сказала, ведь ребенок мужского пола, которого я хотела, чтобы он служил в храме, не одно и то же, что ребенок женского пола. И поистине, я назвала ее Марьям. И вот поистине, я обращаюсь к тебе за защитой ее и ее потомство от сатаны, побиваемого камнями, проклятого. И ее Господь принял ее хорошим приемом. Аллах Всевышний принял обет матери Марьям. И возрастил ее Марьям хорошим ростом, она росла необычно быстро, и поручил ее Марьям Закарии, брату ее матери, так как матери Марии из-за данного ею обета нельзя было оставлять дочь у себя. Отец Марии умер еще до ее рождения. Когда родилась Марьям, мать накормила ее грудью, завернула в пеленки и отослала ее к праведникам из числа потомков Исраила. Каждый из них хотел взять опеку над Марьям. Однако Аллах Всевышний решил, чтобы она была на попечении у Закарии, ее дяди по матери. Когда же она выросла, Закария поселил ее в алтаре, чтобы она там молилась своему Господу. Всякий раз, когда Закария приходил к ней в молельню, туда, где она жила и молилась, чтобы накормить ее, он находил у нее пропитание. У нее зимой были летние плоды, а летом зимние плоды. Закария сказал, «О, Марьям, откуда у тебя это?» Она сказала, «Это от Аллаха, поистине, Аллах по своей щедрости питает, кого пожелает без счета». Тогда, когда увидел Закария, как Аллах Всевышний оказывает почет Марьям, даруя ей от себя особое пропитание, возвал Закария с мольбой к своему Господу и сказал, «Господи, даруй мне от тебя потомство благое, ведь поистине ты слышащий мольбу того, кто обращается к тебе». И возгласили ему Закарии ангелы, когда он стоял, совершая молитву в молельне. «Аллах радует тебя вестью о Ехье, который подтвердит истинность слова от Аллаха». Слово от Аллаха пророк Иса. Господини, Ехья будет иметь высокое положение в своем народе, воздержанном, который не стремится к грехам и не следует своим низменным желаниям, и пророки из числа праведников. Закария сказал от радости и удивления, «Господи, как будет у меня мальчик, когда до меня дошла уже старость, а моя жена бесплодна?» Ангел сказал, «Так Аллах творит, что пожелает». Он, Закария, сказал, «Господи, дай мне знамение в подтверждении истинности того, что сообщили мне ангелы». Сказал он, «Знаменем для тебя будет то, что ты, о Закария, не будешь, не сможешь говорить с людьми в течение трех дней, суток, иначе как знаками, и хотя при этом будешь здоровым. И поэтому поминай твоего Господа много и восхваляй по вечерам и утрам». И вот сказали «Ангелы». О Марьям, поистине Аллах избрал тебя для поклонения и повиновения ему и очистил тебя от грехов и плохих нравственных качеств и избрал тебя перед женщинами миров, тем, что только у тебя родится сын без участия мужчины. О Марьям, всецело подчинись Господу твоему и преклоняйся ниц, совершай земные поклоны и кланяйся, совершай поясные поклоны вместе с кланяющимися, этим благодаря Аллаха за те блага, которые Он даровал тебе. Это то, что было рассказано из рассказов о сокровенном, который мы тебе, о посланник, даем откровением. И ведь ты не был при них, когда каждый из них хотел взять попечительство над Марьям, и они решили бросить жребий и бросали свои письменные трости, чтобы решить, который из них будет опекать Марьям, желая этим самым получить высокую награду от Аллаха. И ты, о посланник, не был при них в то время, как они припирались. И ты, о посланник, не был там, когда сказали ангелы. О Марьям, поистине, Аллах радует тебя вестью о слове от Него, о Сыне, который явится в бытие по Его Слову, имя Которому Мессия Иса, Сын Марьям. Он будет почтенным в этом мире и в вечной жизни, и будет одним из приближенных к Аллаху в день суда. И будет говорить он Иса с людьми в колыбели, и будет говорить, когда станет взрослым, доводя до людей откровение от Аллаха, и будет он из числа праведников. Сказала она Марьям, Господи, как может быть у меня мальчик, ведь меня не касался мужчина, так как я не замужем и не блудница. Сказал он Джабрииль ей, так, как произошло с тобой, Аллах создает, что желает. Когда он желает совершить какое-нибудь дело, то он только скажет ему единожды «Будь», и оно сразу же и происходит. И научит он Аллах его Иису без учителя писанию грамоте и мудрости правильности в речах и деяниях, и Торе дарует правильное понимание Торы, и Евангелию ниспошлет ему эту книгу, и сделает его посланником к потомкам Исраила, пророка Якуба. И пророк Иса скажет им «Поистине я пришел к вам со знамением, неким признаком от вашего Господа, который является доказательством, что я послан им. Поистине я сотворю для вас из глины подобие птицы и подую на него, и станет это настоящей птицей с позволения Аллаха. И исцелю я слепого от рождения, прокаженного, и оживлю умерших с дозволения Аллаха. И сообщу я вам, что вы едите, и что из еды запасаете в ваших домах, скрывая от своих детей и других людей. Поистине в этом, в этих чудесах однозначно знамение, доказательство для вас в том, что я являюсь пророком и посланником Аллаха, если вы являетесь верующими в знамение Аллаха. И как подтверждающей истинность того, что не спослано до меня в Торе, и чтобы разрешить вам по внушению Аллаха мне часть того, что было вам запрещено Аллахом прежде. И пришел я со знаменем, доказательством от вашего Господа, что я говорю вам только истину. Остерегайтесь же наказания Аллаха, выполняйте то, что он повелел, и прекратите совершать то, что он запретил, и повинуйтесь мне в том, что я довожу вам от Аллаха. Поистине Аллах Он мой Господь и ваш Господь. Поклоняйтесь же только Ему одному. Это поклонение только Аллаху, покорность Ему и остережение Его наказания. И есть прямой путь, истинная вера, только которую Он принимает. И когда после своего призыва пророк Иса почувствовал в них своем народе неверие, упрямство и нежелание обратиться к истинной вере, то сказал своим искренним последователям, кто будет моим помощником пути к Аллаху. Сказали апостолы. Мы помощники Аллаха, помощники в деле призыва к истинной вере и к установлению слова Аллаха в высшем на земле. Мы уверовали в Аллаха, засвидетельствуй же о Иса, что мы предавшиеся Аллаху, единобожники и полностью покорные Ему. О Господь наш, мы уверовали в то, что Ты не спасал в Евангелии и последовали за посланником, за пророком Исой. Запиши же нас вместе со свидетельствующими, которые свидетельствуют о том, что только Аллах является истинным Богом и признают Его посланников. И ухищрялись они, неверующие из потомков Исраила, чтобы убить пророка Ису чужими руками, и схитрил Аллах, дав спасение своему пророку. И ведь Аллах самый хитрый из ухищряющихся. Вот сказал Аллах, «О Иса, я упокою тебя, завершу твое пребывание на земле и вознесу тебя ко мне и душой и телом в высшие миры. И очищу я тебя от тех, которые стали неверными, от их скверны и неверия, и сделаю тех, которые последовали за тобой, за той верой, с которой ты был отправлен, выше тех, которые стали неверными, которые отвергли то, что ты являешься пророком, до дня воскресения. Потом ко мне будет ваше возвращение в день суда, и я рассужу между вами относительно того, в чем вы разногласили в отношении пророка Исы». Что же касается тех, которые стали неверными в отношении Исы, иудеи, которые не признали его посланником Аллаха, и христиане, которые возвеличили его до уровня Бога, то я, Аллах, накажу их сильным наказанием в этом мире и в вечной жизни, и нет для них никаких помощников, которые спасли бы их от наказания Аллаха. А что касается тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, совершали только ради Аллаха то, что повелел Аллах сам непосредственно и через своего посланника. Он полностью без убавления даст им их награду, ведь Аллах не любит притеснителей, неверующих и многобожников. Это то, что рассказывается в Коране о пророке Иси, его матери и его бабушке, жене Имрана, о Закарии и их е. Мы читаем тебе о Мухаммад из знамений. Это откровение, которое ясно доказывает то, что ты являешься посланником Аллаха и мудрого напоминания Корана. Поистине, пример сотворения Иси, то, что он родился без участия отца, пред Аллахом подобен примеру сотворения Адама. Он, Аллах, создал его, Адама, непосредственно из почвы, без участия отца и матери. Потом сказал ему «Будь», и он стал. Истина, несомненное знание, которое пришло к тебе, пророк, в отношении Иси, от твоего Господа, поэтому не будь из числа сомневающихся. А кто же будет припираться, спорить с тобой о посланник, о нем, об Иси, сыне Марьям, после того, как пришло к тебе из истинного знания о нем, то скажи им «Приходите, позовем наших сынов и ваших сынов, наших женщин и ваших женщин, и нас самих, и вас самих, потом обратимся к Аллаху о проклятии, наказании и призовем проклятие Аллаха на лжецов, тех, которые говорят, что Иса является Богом». «Поистине это то, что внушается тебе, пророк, откровением о пророке Иси, рассказ истины, в котором нет сомнения и нет Бога, кроме Аллаха, только Аллах является истинным Богом и поистине Аллах Он однозначно величественный и мудрый». А если они отвратятся от той истины, которую ты, пророк, доводишь до них, то ведь Аллах знает сеющих беспорядок и непременно воздаст им за это. «Скажи, о пророк, о люди Писания, иудеи и христиане, давайте придем к слову равному или одинаковому для нас и для вас, признаем то, что не спосылалось всем пророкам и посланникам раньше, чтобы нам не служить и не поклоняться никому, кроме Аллаха, и ничего не предавать ему в сотоварищи, никого не равнять ему, и чтобы никто из нас не брал себе других господами, кроме Аллаха. Если же они отвернутся, откажутся, то скажи им, засвидетельствуйте, что мы предавшиеся, покорившиеся воле Аллаха». О, люди Писания, иудеи и христиане, почему вы спорите об Ибрахиме, утверждаете, что он был иудеем или же христианином, в то время, когда вы знаете, что Тора и Евангелие были ниспосланы только после него, а иудаизма не было до ниспослания Торы, так же, как и христианства не было до ниспослания Евангелия. Неужели же вы не осмыслите? И в Торе, и в Евангелии, которые были ниспосланы Аллахом Всевышним, пророку Мусе и пророку Иисе, соответственно, повелевалось людям придерживаться полной покорности Аллаху, Исламу. Иудаизм и христианство появились только после того, как люди стали отходить от Ислама, с которым пришли пророки Муса и Иса, и когда были искажены Тора и Евангелие. Вот вы, о люди Писания, те, кто спорил с пророком Мухаммадом о том, что у вас есть некое знание, которое содержится в ваших книгах. Почему же вы спорите с посланником Аллаха о том, о чем у вас нет знания, о пророке Ибрахиме? И ведь Аллах знает все и сообщает через своего посланника, а вы, о иудее и христиане, не знаете. Не был пророк Ибрахим ни иудеем, ни христианином, а был он ханифом, единобожником, полностью предавшимся Аллаху, и не был он из числа многобожников. Он отверг все ложные верования и избрал только истинную веру. Поистине, самые близкие пророку Ибрахиму люди, конечно, те, которые за ним последовали, которые признали его как пророка и приняли ту веру, с которой он пришел от Аллаха. И этот пророк, пророк Мухаммад, и те, которые уверовали. И ведь Аллах покровитель верующих. «Хотела бы часть из людей Писания, некоторые из иудеев и христиан, ввести вас, о верующие, в заблуждение, но они вводят в заблуждение только самих себя, и при этом они даже не чувствуют этого». «О люди Писания, почему вы не веруете в знамение Аллаха, которое он не спасал своим посланникам, и которые записаны в книгах, и одно из таких знамений – это то, что Мухаммад является ожидаемым пророком, в то время, как вы сами являетесь свидетелями этому? «О люди Писания, почему вы облекаете истину ложью, приписываете ложь к истине, которая содержится в ваших книгах, и скрываете истину, которая есть в Торе и Евангелии, о признаках пророка Мухаммада, в то время, как вы знаете это?» «И сказала часть из людей Писания, а именно иудеи, «Уверуйте в то, что не спослано тем, которые уверовали в начале дня, и отрекитесь в конце его, нарочно сделайте вид, что вы уверовали, и затем открыто отрекитесь от их веры. Может быть, таким образом, они верующие, вернутся к неверию, усомнившись в своей вере. И не верьте никому, кроме того, кто последовал за вашей религией, кроме иудеев. «Скажи им, о посланник, поистине, наставление и содействие на веру – это наставление и содействие Аллаха. Аллах дарует веру тому, кому пожелает. И также люди Писания говорят, «Не давайте с подвижником Мухаммада узнать хоть что-либо из того знания, которое есть у вас, ибо этим самым получится так, что будет дано кому-нибудь из людей то же, что было дано вам, или они, верующие, станут препираться, спорить с вами перед вашим Господом, приводя в качестве доводов ваши же слова и одержат верх над вами». Иудеи не хотели, чтобы верующие знали наравне с ними, опасаясь, что этим самым верующие обретут превосходство над ними. «Скажи им, о посланник, поистине, превосходящая щедрость в руке Аллаха, он дарует ее тем, кому пожелает, и ведь Аллах объемлющий, знающий». Он избирает своим милосердием, даруя пророчества и наставляя на самый совершенный закон, кого пожелает. И ведь Аллах обладатель, даритель великой щедрости. И среди людей Писания, а именно иудеев, есть такое, что если ты доверишь ему кентар, большое количество, имущество, он вернет его, доверенное тебе. Но среди них есть и такое, что если доверишь ему всего лишь один динар, то он не станет возвращать его тебе до тех пор, пока ты не будешь все время стоять над ним. Это потому, что они, иудеи, сказали, «Нет на нас в отношении простаков арабов никакого пути. Это не является для нас грехом, и за это мы не будем наказаны». И наговаривают они иудеи на Аллаха лож, будучи знающими это. Нет, совсем не так, как утверждают эти лжецы. Кто верно выполняет свой договор и остерегается наказания Аллаха, исполняя его повеления и отстраняясь от того, что он запретил, то поистине Аллах любит остерегающихся наказания Аллаха. Поистине те, которые приобретают за завет с Аллахом, который он завещал им в книгах, который не спосылал их пророкам, и за свои клятвы ничтожную цену, они такие, что нет им никакой доли благого в вечной жизни и не будет говорить с ними Аллах о том, что обрадовало бы их. И не посмотрит он на них в день воскресения взором милосердия, и не очистит их от их грехов, не простит им, и им уготовано мучительное наказание. И поистине среди них иудеев непременно есть такая часть, которая искажает своими языками Писание, читает Писание, переставляя слова со своих мест и заменяя слова Аллаха, чтобы вы, о слушащие, сочли это Писанием, Торой, хотя оно то, что они произносят, и не является Писанием, Торой, и говорят они вам, это то, что читается от Аллаха, а это и вовсе не от Аллаха, и говорят они на Аллаха ложь, и сами они знают это. Не бывает так, что Аллах дарует, не спосылает какому-либо человеку Писание, закон, по которому решаются спорные вопросы между людьми, и пророчество, избирает его пророком, а потом он сказал бы людям, будьте рабами мне, поклоняйтесь мне, а не Аллаху. Но наоборот он говорил, будьте верными слугами Господа, понимающими, знающими Его Слово и покорными Ему, так как вы обучаете людей Писанию Аллаха и так как вы изучаете Его книгу. И не прикажет он, пророк, вам, чтобы вы взяли ангелов и пророков Господами, которым вы поклонялись бы. Разве же он, пророк, прикажет вам, о, люди, не веря после того, как вы стали полностью предавшимися Аллаху. «И упомяни, о посланник, о том, как взял Аллах завет, договор, подкрепленный клятвой, со всех пророков, заключал с каждым пророком, какое бы я ни даровал вам писание и мудрость, но затем, когда придет к вам от Аллаха следующий посланник, подтверждающий истинность того, что с вами, то вы непременно и обязательно уверуете в него, в нового посланника, и будете помогать ему». Сказал он, «Подтверждаете ли вы, о, пророки, и принимаете ли на этом условии мою ношу этот завет?» Они, пророки, сказали, «Мы подтверждаем». Аллах сказал, «Будьте же свидетелями, и я тоже буду с вами из числа свидетелей». А кто же отвернется от завета с Аллахом после этого, после разъяснения, то такие являются непокорными?» Неужели же они, эти непокорные из числа людей Писания, желают другой веры и покорности, нежели веры и покорности от Аллаха, нежели Ислама, когда ему, Аллаху, предались все те, кто в небесах и на земле, по своей воле верующие и невольно неверующие, когда их постигает беда и другие создания, и к нему все вы будете возвращены в день суда, и он воздаст вам по вашим деяниям. Скажи им, о, пророк, мы уверовали в Аллаха и в то, что было неспослано нам, и в то, что было неспослано пророкам Ибрахиму Исмаилу, Исхаку, Якубу, и коленам, пророкам из 12 родов потомков пророка Якуба, и в то, что было даровано Мусе, Фтору, Иисе, в Евангелии, и другим пророкам от Господа их. Мы не делаем различий между кем бы то ни было из них, веруем во всех пророков и считаем их правдивыми. И мы, Ему, Аллаху, предаемся, только Его признаем Создателем и Богом, и только Ему всецело подчиняемся. А кто желает не Ислама, как веры и покорности, то от того никогда не будет принято это, другая вера и покорность, кроме Ислама, так как это не то, чего желает Аллах для человека. И он в вечной жизни окажется в числе потерпевших убыток. Как Аллах наставит на истинный путь людей, дарует им веру, которые стали неверующими уже после того, как они до этого уверовали в Аллаха и засвидетельствовали, что посланник истина, и пришли к ним ясные знамения, доказательства об истинности этого. И ведь Аллах не ведет к истине людей, которые являются притеснителями, тех, которые уклоняются от истины и выбирают неверие. Такие притеснители, воздаяние им в том, что на них проклятие Аллаха, они будут лишены милосердия Аллаха и ангелов, и всех людей. Они будут вечно пребывать в нем, в аду, не будет нисколько облегчено им наказание, и не будет дано им отсрочки, чтобы они оправдывались. Кроме только тех, которые обратились с покаянием к Аллаху после этого, после их неверия и беззакония, и исправили, уладили то плохое, что они совершали. Поистине же, Аллах, прощающий тех своих рабов, которые каются, и милосердны к верующим. Поистине, те, которые стали неверующими, уже после того, как они до этого уверовали в Аллаха, и потом усилились неверием, остались на неверии до самой смерти. Не будет принято их покаяние в момент их смерти, так как это покаяние не ради довольства Аллаха. И такие они являются заблудшими. Поистине, те, которые стали неверными и умерли, будучи неверными в судный день, не будет принято ни от кого из них даже земля, полная золотом, если бы он захотел выкупить себя этим от вечного адского наказания. Такие ему готово мучительное наказание, и нет им помощников, которые спасли бы их от наказания Аллаха. Не достигнете вы, о верующей степени благочестия, дел, которые ведут в рай, пока не будете расходовать из того, что вы любите, самое лучшее имущество. И чтобы вы не израсходовали много или мало, то поистине Аллах про это знает, и вас даст каждому, расходующему соответственно его расходу. Любая благая пища была дозволена потомкам Исраила, пророка Якуба, кроме той, что запретил Исраил, пророк Якуб, только самому себе, дав обет об этом во время своей болезни, до того, как была неспослана Тора. Однажды иудеи сказали пророку Мухаммаду, «Как ты утверждаешь, что ты придерживаешься веры пророка Ибрахима, когда ты ешь то, что запрещено в его вере, а именно верблюжье мясо и молоко?» И Аллах Всевышний ответил на их слова этим аятам. И его сыновья последовали его примеру и перестали есть то, что их отец сделал для себя запретным. Когда же была неспослана Тора, то Аллах Всевышний запретил потомкам Исраила из-за их беззакония некоторые виды пищи, которые до этого были для них дозволенными. Скажи иудеям, о пророк, принесите же Тору и читайте ее, если вы правдивы в своем утверждении, что Аллах Всевышний неспослал в Торе то, что пророк Якуб запретил себе, чтобы вы знали истину, которая пришла в Коране, о том, что Аллах не запрещал потомкам Исраила ничего до неспослания Торы, кроме только того, что пророк Якуб запретил самому себе. И кто же станет измышлять на Аллаха ложь после этого, после того, как прочитает Тору и станет ясной ему истина, говоря, что запрет был неспослан пророкам еще до неспослания Торы? То такие являются притеснителями, такие, которые следуют за ложью и ведут за собой других. Скажи им, о пророк, правду сказал Аллах во всем том, что он сообщил и установил для исполнения. И вы, о иудеи, если правдивы в своей любви к пророку Ибрахиму, то следуйте же за толком, верой Ибрахима, единобожника, которую Аллах теперь установил через пророка Мухаммада, ведь он, пророк Ибрахим, не был многобожником. Поистине, первый дом, который был установлен на земле для людей, чтобы они там поклонялись Аллаху, тот, который находится в Бекке, Мекке. И этот дом благословенный, в нем умножается награда за благодеяние, и в него нисходит милость от Аллаха, и он является руководством для миров, ориентиром для молитвенного направления и местом паломничества всех людей. Там, в запретной мечети в Мекке, имеются ясные знамения для людей, которые указывают на то, что ее строил пророк Ибрахим, место Ибрахима, камень, на котором стоял пророк Ибрахим, когда поднимал основание этого дома вместе со своим сыном Исмаилем. И тот, кто войдет в нее, в запретную мечеть, он будет в безопасности, никто не причинит ему зла. И перед Аллахом лежит обязанность на всех людях совершить паломничество хадж к дому, для тех, кто в состоянии может совершить к нему путь. А кто не верует, не признает обязательность совершения паломничества в запретную мечеть, то ведь поистине Аллах не нуждается в мирах, не нуждается ни в нем, ни в его паломничестве, ни в его деяниях, и вообще ни в чем. Скажи, о посланник, иудеям и христианам, о люди Писания, почему вы проявляете неверие в знамения доказательства Аллаха, указывающие на то, что вера, которую дал Аллах, это Ислам, и которые содержатся в ваших книгах, в то время, когда Аллах является свидетелем тому, что вы делаете. Скажи, о посланник, иудеям и христианам, о люди Писания, почему вы отклоняете от пути Аллаха, от Ислама, полной покорности Ему, тех, кто уверовал, стремясь исказить его, путь Аллаха, в то время, как вы сами являетесь свидетелями того, что то, с чем я пришел, является истиной, и ведь Аллах не небрежет тем, что вы делаете. О вы, которые уверовали, если вы будете повиноваться некоторым из тех, кому дано Писание, из заудеев и христиан, то они обратят вас после вашей веры, после того, как вы уверовали, опять в неверных, поселив ваши души, сомнения, или подстрекая вас друг против друга. И как вы, о верующие, будете проявлять неверие, когда вам читаются знамения Аллаха, аяты Корана, и среди вас находится его посланник, пророк Мухаммад. А кто держится за Аллаха, полностью уповает на Него, крепко придерживается Корана и судны, то тот уже направлен на истинный путь. О вы, которые уверовали, остерегайтесь наказания Аллаха, выполняя то, что Он повелел, и сторонясь того, что Он запретил, достойным Его остережением, и не умирайте никак, иначе, как будучи только полностью покорными Ему в состоянии Ислама. И крепко держитесь, о верующие, за верфь Аллаха, за Его книгу и веру, которую Он дал. Все вместе, и не разделяетесь. И помните благодеяние Аллаха, которое Он оказал вам, а именно то, что когда-то, до Ислама, вы, о ансары из племени Ауз и Хазрач, были врагами между собой, а Он сблизил ваши сердца на основе любви к Аллаху, и вы стали по Его благодеянию братьями, возлюбили друг друга ради довольства Аллаха. И вы были на краю пропасти огня ада, и Он даровал вам веру и спас вас от Него от ада. Так как в этих аятах были показаны признаки правильной веры, разъясняет вам Аллах свои знамения, чтобы вышли истинным путем. Верующий связывается со своим Господом через Его книгу и Его путь, поэтому Аллах Всевышний назвал Коран и Ислам верфью, веревкой. И пусть будет среди вас о верующие община, которая призывает к добру, повелевает людям совершать одобряемое, призывает их к вере и совершению праведных деяний и удерживает от совершения неодобряемого, неверия и грехов, и такие, обретшие успех в этом мире и в вечной жизни. И не будьте о верующие такими, как люди Писания, которые разделились на партии и группы и впали в разногласия в основе своей веры, после того, как пришли к ним ясные знамения, стала ясная истина, и такие, для этих уготовано великое наказание. В тот день, день суда, когда побелеют одни лица, лица верующих, и почернеют другие лица, лица неверующих. Что касается тех, у кого лица почернели, то им будет сказано, неужели вы стали неверными после вашей веры, после того, как вы сначала уверовали? Вкусите же наказание за то, что вы совершали неверие. А те лица, которых побелели, от созерцания благ вечности, то они окажутся в милости Аллаха, в раю, и они в ней вечно будут пребывать. Это, аяты всего Корана, знамения, доказательства Аллаха, читаем мы их аяты тебе, о Мухаммад, истинно. И не таков Аллах, чтобы желать совершения притеснения мирам, творениям. И только одному Аллаху принадлежит все то, что в небесах и все то, что на земле. И только к одному Аллаху возвращаются все дела, касающиеся как этого мира, так и вечной жизни. Оказались вы, о община Мухаммада, лучший из общин, которая выведена, появилась для людей, для наставления их на прямой путь. Вы приказываете людям совершать одобряемое, призываете их к вере и совершению праведных деяний, и удерживаете от совершения неодобряемого, неверия и грехов, и веруете в Аллаха. А если бы уверовали люди Писания в то, что Коран является книгой Аллаха, которую он передал через своего посланника Мухаммада, то непременно это было бы лучше для них, иудеев и христиан, и в этом мире, и в вечной жизни. Среди них есть верующие, те, которые становятся верующими, но большая их часть непокорные, неверующие, как Абдуллах бин Салям, его брат, Саляба бин Саид не причинят они, эти непокорные из числа людей Писания, вам никакого вреда, разве только причинят небольшие страдания, будут говорить слова многобожия, неверия и ложь. И если они, эти непокорные из числа людей Писания, станут сражаться с вами, о верующий, то повернутся к вам тылом, обратятся в бегство, потом не будет оказана им помощи против вас. Воздвигнуто было над ними, над иудеями унижение, где бы они ни находились, если только не с верью от Аллаха, если они не примут ислам, если только не с верью от людей, если не заключат договор с сильным государством о собственной безопасности. И оказались они из-за своего упрямства и неверия под гневом Аллаха и воздвигнута над ними бедность. Это то, что перечислено выше, за то, что они стали неверующими в знамение Аллаха и убивали пророков не по праву, это за то, что они ослушались Аллаха и были преступниками, нарушали установленные Аллахом границы. Когда уверовал Абдуллах бен Салям, то иудейские книжники сказали, веруют в Мухаммада, как в пророка, только худшие из нас. Если бы это было не так, то они не оставили бы религию своих предков от Ибн Аббаса и Мукатилля. Не одинаковы они, те, которые уверовали из них и те, которые остались в неверии. Среди людей Писания есть община стойкая в исполнении повелений Аллаха. Это те, которые уверовали в Аллаха. Они читают знамения Аллаха, аяты Корана в часы ночи, преклоняясь ниц перед ним. Они веруют в Аллаха и последний день, в день суда, и приказывают людям совершать одобряемое, призывают их к вере и совершению праведных деяний, и удерживают от совершения неодобряемого, неверия и грехов. Они спешат друг перед другом в совершении благих дел, и такие они являются праведниками, праведными рабами Аллаха. И чтобы они, эти верующие, не сделали доброго, никогда оно не будет отвергнуто от них. Любое их благодеяние будет признано Аллахом, и они получат от него за это благое воздаяние. И ведь Аллах знает остерегающихся наказания Аллаха, тех, которые исполняют его повеления и отстраняются от того, что он запретил. Поистине тех, которые стали неверными, ненасколько не избавят их от наказания Аллаха, который может постичь их уже даже в этом мире, ни их имущество, ни их дети. И такие неверующие они станут обитателями огня ада, в котором они пребудут вечно. То, что они неверующие расходуют в этой земной жизни, какие бы благие деяния они не совершали, то награда за эти благодеяния, на которую они надеются, подобно примеру, когда вихрь, несущий холод, поразил посев людей, которые совершили притеснение по отношению к самим себе, из-за их грехов, и этот ветер погубил его полностью, не оставив никакой надежды на урожай. И не Аллах притеснил их, но они сами себя притеснили, выбрав неверие и ослушание Аллаха. Неверующие не получат в вечной жизни никакой награды за свои благодеяния, так как никакое благодеяние не может стать искуплением за неверие. О вы, которые уверовали. Не берите себе в друзья и сторонники, которым вы бы доверяли тайны, никого кроме вас самих. Не применут они неверующие навредить вам, когда представляется им случай, как в вопросах веры, так и в житейских вопросах. Они неверующие хотели бы, чтобы вы оказывались в затруднении. Уже проявилась ненависть из их уст, а то, что скрывают их груди, та вражда, что в их душах, еще больше, чем то, что они говорят. Вот уже мы разъяснили вам знамение, привели ясные доводы, по которым вы можете узнать ваших врагов, чтобы вы могли остерегаться их, если вы осмысливаете то, чем Аллах увещевает вас. Ошибочность вашего доверительного отношения к неверующим состоит в том, что вот вы, о, верующие, те, которые любят их неверующих, а они вас не любят. И вы веруете в Писание целиком, во все неспосланные от Аллаха книги, среди которых и их книги, а они не веруют в вашу книгу, Коран. И когда они неверующие встречаются с вами, то говорят, мы уверовали, а когда они остаются одни, то кусают от злобы к вам кончики своих пальцев, когда видят объединение и взаимное согласие верующих. душах его творений, и каждому он воздаст по его делам. Если вас, о верующие, коснется хорошее, когда вы побеждаете и захватываете много трофеев, это огорчает их. Если же вас постигает плохое, вы терпите поражение на войне, или же вас постигает бедность и голод, они радуются этому. А если вы будете проявлять терпение, когда вас постигает беда и остерегаться наказания Аллаха, выполнять то, что он повелел и оставлять то, что он запретил, не причинят вам вреда их козни ни на сколько. Поистине Аллах объемлет своим зрением, слухом, знанием и могуществом то, что они, эти неверующие, делают. И вспомни, пророк, как ты однажды утром, а именно на рассвете, ушел от своей семьи, надев воинские доспехи, чтобы расставить верующих для сражения при горе Ухуд, а ведь Аллах слышащий ваши речи и знающий ваши деяния. И вспомни, пророк, как вздумали два отряда из числа ансаров, из числа вас, верующих, ослабеть духом и вернуться обратно в город, а ведь Аллах их покровитель, который сделал так, что они окрепли духом, и они, уповая на Аллаха, двинулись на место будущего сражения, и пусть только на Аллаха полагаются верующие, твердо надеются на его помощь и поддержку. И уже однажды помог вам, о верующий Аллах, в сражении при Бадри одержать победу, когда вы были слабы, вас было мало числом и у вас было мало оружия, так остерегайтесь же наказания Аллаха, выполняя то, что он повелел, и сторонясь того, что он запретил, может быть вы окажетесь благодарными. В сражении при Бадри численность мусульман была 313 человек, многобожников было от 900 до 1000 человек. И помни, пророк, как ты по внушению от Аллаха сказал верующим, разве недостаточно для вас того, что Господь ваш оказывает поддержку вам тремя тысячами ангелов, сходящих с неба на землю? Да, конечно же вам хватит это подкрепление, но есть и еще более радостная весть, если вы о верующий будете когда встретитесь с врагом и будете остерегаться наказания Аллаха, выполнять все то, что он повелел и отстраняться от всего, что он запретил. И в этот самый миг, когда они, ваши враги, идут на вас, тогда поможет вам Господь пятью тысячами меченых ангелов, таких, которые сами и их кони имеют явные признаки отличия. И Аллах сделал это, дал поддержку ангелами в битве при Бадри, только лишь для того, чтобы оно стало радостной вестью для вас и чтобы от этого ваши сердца обрели успокоение и не испытывали страх перед большим по числу врагом. И помощь в победе только от Аллаха, величественного, мудрого, чтобы отсечь одну часть из тех, которые стали неверующими или разгромить их так, чтобы они вернулись домой без успеха. Нет у тебя, о посланник, никакого отношения к делу о прощении Аллахом его рабов. Примет ли он их покаяние, даруя им веру и приведя их к полной покорности себе, или же накажет их за их неверие и злодеяние, ведь поистине они притеснители. И только одному Аллаху принадлежит все то, что в небесах и все то, что на земле. Прощает он Аллах по своему милосердию, кому пожелает, и наказывает по своей справедливости, кого пожелает, и ведь Аллах прощающий грехи своих рабов и милосердный к ним. О вы, которые уверовали, не пожирайте роста, не занимайтесь ростовщичеством, которое затем становится увеличенным многократно, и остерегайтесь наказания Аллаха, может быть, вы обретете успех, прямо войдете в рай. И остерегайтесь огня ада, который уготован неверующим, и повинуйтесь Аллаху и посланнику, чтобы вы были помилованы Аллахом, чтобы он не наказал вас. И стремитесь своим повиновением Аллаху и его посланнику к прощению от вашего Господа и краю, ширина которого равна ширине небес и земли, уготованному для остерегающихся наказания Аллаха, тех, которые расходуют свои имущества ради довольства Аллаха, и в радости, и в горе сдерживают свой гнев, проявляя терпение, и прощают людям, когда им причиняют обиду. И ведь Аллах поистине любит искренних вере. А те, которые совершили мерзость, большой грех, или притеснили самих себя, совершив малый грех, и затем вспомнили Аллаха о его угрозе наказанием и обещании наградой, и попросили прощения своим грехам, зная, что только он прощает грехи, а кто прощает грехи, кроме Аллаха. И при этом они не упорствовали в том, что они совершили, и они знают, что Аллах принимает покаяние того, кто обращается к нему и прощает его. Такие воздаянием им будет прощение от Господа их и сады рая, где текут под ними под дворцами и деревьями реки, и они пребудут в них в этих садах вечно. И как прекрасна награда делающих. Аллах Всевышний обращается к верующим после того, что постигло их при битве на горе Ухуд, утешая их. Уже прошли, произошли до вас примеры того, как Аллах погубил тех, которые возводили ложь на Аллаха и его посланников в прежних общинах. Так странствуйте же по земле, путешествуйте или размышляйте и посмотрите, получите назидание, каков был конец, какое наказание постигло возводящих ложь. Это Коран, разъяснение людям, руководство и увещание для остерегающихся наказания Аллаха, тех, которые исполняют его повеление и отстраняются от того, что он запретил. И не падайте духом, о верующий, и не печальтесь тому, что произошло с вами при горе Ухуд. В то время, как вы будете на высоте, победите, если вы действительно являетесь верующими. Если вас, о верующие, коснулась рана, смерть и ранение в битве при Ухуде, и вы расстраиваетесь из-за этого, то знайте, что такая же рана коснулась и тех людей, многобожников, в битве при Бадре. И эти дни мы сменяем чередой среди людей, либо они побеждают, либо терпят поражение. И чтобы знал, отличил Аллах тех, которые уверовали настоящим образом, и чтобы Он взял из числа вас мучеников, почтил их смертью за веру, поистине, Аллах не любит притеснителей, тех, которые причиняют зло самим себе, и которые уклоняются от сражения на его пути. И это поражение при Ухуде случилось для того, чтобы очистил Аллах тех, которые уверовали от противоречий и грехов, истер неверных, уничтожил неверующих и выявил лицемеров. Или вы, о сподвижнике Мухаммада, думали, что войдете в рай, когда Аллах еще не узнал тех, которые усердствовали из вас на его пути, и не узнал терпеливых в борьбе против неверных. И вот вы, о верующие, желали смерти на пути Аллаха еще прежде, чем встретили ее на поле битвы. После битвы при Бадре верующие желали, чтобы им опять представился случай погибнуть ради Аллаха на его пути. И вот же вы увидели ее, смерть, в то время, как вы смотрите, вот произошло то, чего вы так сильно желали. И Мухаммад является лишь посланником, до которого уже были посланники. Разве если он, Мухаммад, умрет или будет убит, вы обратитесь вспять, отойдете от веры. А кто обращается вспять, отходит от истинной веры, тот ничем не навредит Аллаху, а навредит лишь самому себе. А кто же будет твердо придерживаться истинной веры и благодарит за нее своего Господа, то пусть он знает, что вскоре Аллах воздаст благодарным. И не бывает так, что кто-то умирает без дозволения Аллаха, не прожив установленный Аллахом срок. И кто желает своим поступком награды этого мира, то мы даруем ему ее, но в вечной жизни не будет ему доли этого. А кто своим поступком желает награды вечной жизни, то мы даруем ему ее, и при этом он еще получит и долю в этой жизни, и воздадим мы благодарным. И сколько, как много было пророков, вместе с которыми против неверующих сражались многие набожные верующие, их сподвижники, и они не пали духом от того, что постигло их на пути Аллаха, и не проявили слабости, и не покорились своим врагам, а ведь Аллах любит терпеливых. И когда их постигала трудность, речью их было только то, что они сказали, моля Аллаха, «О Господь наш, прости нам наши грехи и чрезмерность в нашем деле, в деле веры, и укрепи наши стопы, чтобы мы не впали в бегство перед нашими врагами, и помоги нам в победе против людей неверных». И даровал им тем терпеливым Аллах награду этого мира, победу над врагами и прекрасную награду вечной жизни, рай. И ведь Аллах любит искренних, тех, которые искренни с их Господом и с его рабами. О вы, которые уверовали, если вы будете повиноваться тем, которые стали неверующими, иудеям, христианам, многобожникам и лицемерам, они обратят вас вспять, отвратят от веры, и вы вернетесь понесшими убыток. «О нет, они не помогут вам. Аллах ваш покровитель, и он лучший из помощников. Мы вселим ужас в сердца тех, которые стали неверующими за то, что они предавали Аллаху сотоварищи то, на что он не не посылал никакого доказательства, чтобы их называть богами и служить им. И конечным пристанищем для них будет огонь, ад, и как ужасно пребывание притеснителей». И вот уже Аллах исполнил для вас свое обещание, даровал вам помощь, когда вы уничтожали, убивали их неверующих в битве при ухуде по его дозволению. И помощь Аллаха прекратилась, когда вы ослабли духом, арабели и стали припираться о повелении пророка, оставаться на своих местах. Вы спорили идти вам собирать трофеи или же оставаться. И вы, улучшники, ослушались посланника Аллаха, который повелел вам кидать свои места, после того, как он, Аллах, показал вам то, что вы любите его поддержку. И выявилось, что среди вас есть те, кто желает этого мира, те, которые бросились собирать трофеи, и что среди вас есть те, кто желает вечной жизни. Потом он отвернул вас, о верующие, от них, заставил бежать от неверующих, чтобы испытать вас. И вот, когда он узнал, что вы сожалеете о содеянном и каетесь, простил он вас, ведь Аллах обладатель, даритель, неисчислимой щедрости к верующим. И вспомните о сподвижнике Мухаммада, как вы, убегая от врага, поднимались на гору Ухуд, и вы от страха не поворачивались ни к кому, когда посланник, стоя на поле битвы, звал вас вернуться к сражению, сам находясь в последних, в ближних к врагу рядах, а вы не слышали и не видели это. И воздал он вам за ваше ослушание и побег огорчением за огорчением. Первое огорчение, это когда распространился слух о том, что якобы убит посланник Аллаха. Второе огорчение, это когда многобожники оказались на горе выше верующих, чтобы вы не печалились о том, что миновало вас, что миновала поддержка Аллаха и трофеи, и что вас постигло, страх и поражение, ведь Аллах сведущ в том, что вы делаете. Потом он, по своей милости, низвел на вас, о верующий, после огорчения успокоения, признаком которого явилась дремота, которая хватила некоторых из вас, а именно преданных и убежденных верующих. И еще одна часть была озабочена о спасении только самих себя. Они думали об Аллахе то, что не является истиной, думали мерками времен до исламского невежества, они думали, что Аллах не доведет до завершения миссию своего посланника, и что ислам не утвердится на земле, говоря друг другу, разве для нас есть хоть что-нибудь из этого дела? Они сожалели о своем выходе на это сражение и думали, что поражение верующих указывает на то, что вера, с которой пришел пророк Мухаммад, является неправильной. Скажи им, о посланник, поистине, дело целиком принадлежит Аллаху. Он предопределил все то, что случилось. Они скрывают в своих душах то, чего не открывают тебе. Они скрывают свое сожаление, что вышли на поле битвы, говоря, если бы для нас было хоть что-нибудь из этого дела, то мы, имея в виду павших верующих, не были бы убиты тут, в этом месте. Скажи им, о посланник, если вы даже были бы в своих домах, то те, кому Аллахом было предписано убиение, быть убитым, непременно вышли бы из Медины к своим местам, туда, где им суждено погибнуть. И Аллах сделал это для того, чтобы испытать то, что в ваших грудях, есть ли в них сомнения и лицемерие, и чтобы очистить то, что в ваших сердцах, чтобы удалить лицемерие из сердец. И Аллах знает про то, что в грудях, душах его творений. Поистине, те из вас, о сподвижники, которые отвернулись в тот день, когда встретились два войска, войска верующих и войска многобожников у горы Ухуд, их заставил споткнуться, впасть в этот грех сатана посредством части того, что они приобрели, их грехов. И вот Аллах уже простил их, ведь поистине Аллах прощающий тех, кто кается в грехах, сдержанный, не торопится наказать того, кто ослушался его. О вы, которые уверовали! Не будьте похожи на тех, которые стали неверующими и сказали своим братьям по убеждению лицемерам про тех, кто умер или погиб из их числа, когда они странствовали по земле с торговлей или другим, или были в военном походе. Если бы они, умершие, послушались бы нас и были бы при нас, не выходили в тот путь, то не умерли бы и не были бы убиты. И произошло это, чтобы Аллах сделал это огорчением, которое увеличивает их боль и сожаление в их сердцах. А верующие же знают, что все это происходит по предопределению Аллаха. И ведь поистине Аллах оживляет свои творения и умертляет их, и Аллах видит то, что вы делаете. И, конечно, если вы, о верующие, будете убиты на пути Аллаха или умрете во время сражения, то прощение от Аллаха и милосердие лучше того, что они неверующие собирают, лучше любых мирских благ. И если вы умрете или будете убиты, как бы вы не умерли, то, несомненно, к Аллаху вы будете собраны, и он воздаст вам за ваше деяние. По милосердию от Аллаха ты, о пророк, являешься мягким, добрым, снисходительным, к ним, к сподвижникам. А если бы ты был грубым, с жестоким сердцем, то они разошлись бы от тебя. Извини же их за то, что было при уходе. И проси им у Аллаха прощения и советуйся с ними о деле, которое требует совета. А когда ты, о пророк, решился, принял какое-то решение, то уповай только на Аллаха. Поистине, Аллах любит уповающих, тех, которые полагаются на Него. Если Аллах окажет вам помощь, то не будет победителя для вас, никто не одолеет вас. А если Он оставит вас без помощи, то кто же поможет вам после Него? И пусть только на Аллаха уповают верующие во всех своих делах, твердо надеются на Его помощь и поддержку. И не бывало так, чтобы какой-либо пророк, обманывая, присваивая себе что-либо, пророк не присвоит себе трофеи. А кто из вас, обманывая, присвоит себе что-либо, придет с тем, что присвоил в день воскресения, и будет представлен с позором. Затем всякой душе будет уплачено сполна, будет полностью воздано за то, что она приобрела, за все благие и плохие деяния, и они не будут притеснены, ни на сколько не будут убавлены благодеяния, и не будет дано наказание за то плохое, что человек не совершал. Разве что тот, кто последовал за благоволением Аллаха, стремился к довольству Аллаха, исполняя все его повеления и не совершая того, что он запретил, таков в сравнении, как тот, кто навлек на себя гнев Аллаха, совершая грехи и не выполняя своих обязанностей перед своим Господом. И конечным пристанищем его, навлекшего на себя гнев Аллаха, станет гиена, ад, и как ужасно это возвращение. Они, обитатели рая и обитатели ада, различаются по степеням перед Аллахом, и Аллах видит то, что они делают. Уже оказал Аллах милость верующим, когда послал к ним посланника из них самих, который читает им его знамения, аяты Корана, очищает их от многобожия и безнравственности, и обучает их книге, Корану, и мудрости, сонни, а хотя были они раньше, до прихода посланника, в явном заблуждении. Разве же после того, как вас, о верующие, постигло бедствие, то, что произошло при ухуде, а вы причинили многобожникам вдвое большее несчастье при Бадре, вы сказали, откуда это, почему так произошло, ведь мы верующие и с нами посланник Аллаха, скажи им, о пророк, это постигшее вас несчастье от вас самих, из-за вашего ослушания посланника, когда вы побежали собирать трофеи, поистине, Аллах над всякой вещью мощен. И то, что вас постигло, смерть и ранение, в тот день, когда встретились два войска, войска верующих и войска многобожников у горы Ухуд, то это произошло по дозволению Аллаха, по его предопределению, и для того, чтобы он узнал верующих, отличил правдивых в вере. И чтобы он узнал, отличил тех, которые стали лицемерами, и было сказано им лицемером, приходите, сражайтесь вместе с нами, на пути Аллаха, или хотя бы отразите врага от своих домов и семей, если уж не хотите награды в вечной жизни, сказали они лицемеры верующим, если бы мы знали сражение, что вы сражаетесь против кого-то, то непременно последовали бы за вами, чтобы помочь вам. Они в тот день были ближе к неверию, чем к вере, потому что они говорят своими устами то, чего нет в их сердцах, а Аллах лучше знает то, что они скрывают в своих душах. Те оставшиеся лицемеры, которые сказали о своих братьях, о лицемерах, которые погибли в день битвы при Ухуде, а сами отсиделись, если бы они, погибшие, послушались нас, то не были бы убиты. Скажи им, о пророк, отвратите смерть от самих себя, если вы правдивы. И никак не считай тех, которые убиты на пути Аллаха, умершими, которые ничего не чувствуют. Нет, они даже если и умершие в этом мире, то живы и в другой жизни и находятся у своего Господа, получая удел, радуясь тому, что даровал им Аллах из своей щедрости его награде и ликуя о тех братьях, которые еще не присоединились к ним и которые находятся позади них, что не будет над ними страха за то, что может ожидать их вечной жизни и не будут они печальны за то, что миновало их в этой жизни. Они радуются благодати от Аллаха и щедрости и тому, что Аллах не губит награды верующих. У Аллаха сохраняется награда за благие дела и он воздает за них лучшим, которые ответили Аллаху и посланнику, когда он попросил участвовавших в битве при горе Ухуд выйти с ним в поход вслед за многобожниками, чтобы у них не появилось желание вернуться обратно в Медину после того, как постигли их верующих раны после происшедшего сражения. Тем из них, которые были искренни и остерегались наказания Аллаха, будет дана награда великая. Это те, которым сказали люди, некоторые многобожники, вот люди мекканские многобожники собрались против вас, чтобы вернуться и уничтожить вас, так бойтесь же их. Но это только увеличило в них веру, и они сказали, достаточно нам Аллаха, он прекрасный покровитель. И они, вышедшие с пророком, вернулись обратно в Медину. С благодатью от Аллаха и щедростью не коснулось их плохое, в этом походе они даже не воевали, и последовали они за благоволением Аллаха, своим повиновением ему и его посланнику. И ведь поистине Аллах, обладатель, даритель великой щедрости. Это тот, кто пытается удержать вас от этого, только сатана, который пугает вас своими сторонниками. Но не бойтесь же их, многобожников, потому что они слабы и у них нет помощника, а бойтесь меня, проявляя покорность мне, если вы верующие. И пусть не печалят тебя о пророк те, которые спешат в исполнении неверия, стараются всячески противодействовать исламу, ведь поистине они неверующие, этим ни в чем не навредят Аллаху. Аллах желает не дать им неверующим доли в вечной жизни и для них великое наказание. Поистине те, которые купили неверие за веру, выбрали неверие вместо веры, не навредят они Аллаху ни в чем, и им в вечной жизни уготовано мучительное наказание. И никак пусть не считают те, которые стали неверными, что то, что мы для них продлеваем их жизнь и что наделяем их благами этой жизни и что их пока не настигает наказание Аллаха за их неверие является благом для них. Мы продлеваем их жизнь только для того, чтобы они увеличили, приумножили свои грехи, чтобы воздать им за это еще более сильным наказанием и для них наказание унизительное. Аллах не таков, чтобы оставить верующих в том состоянии, в котором вы находитесь, когда неясно, кто верующий, а кто лицемер, пока он не отличит мерзкого лицемера от хорошего, от верующего. И не таков Аллах, чтобы дать знать вам о верующие сокровенное, о том, кто является лицемером, а это он проявляет для вас через испытания. Однако Аллах избирает из своих посланников, кого пожелает, чтобы дать ему некоторое сокровенное знание через откровение. Так веруйте же в Аллаха и его посланников, ведь если вы уверуете и будете остерегаться наказания вашего Господа, то вам великая награда у него. И пусть не считают те, которые скупятся отдавать то, что даровал им Аллах по своей щедрости, что оно, скупость, является благом для них. Нет, наоборот, оно, скупость, зло для них. На их шее будут повешены те богатства, которые они скупились отдавать бедным в день воскрешения. И Аллаху принадлежит наследство небес и земли, все равно все остается ему. И Аллах о том, что вы делаете, сведущ. Уже услышал Аллах речь тех иудеев, которые сказали, Аллах беден, а мы богаты, потому что Он просит нас дать Ему взаймы наше имущество. Мы запишем то, что они сказали. И также мы запишем убийство имя пророков без никакого на это права и скажем им, когда они окажутся в аду, вкусите наказание огня. Это наказание постигает вас за то, что уготовили ваши руки, за ваше неверие, несправедливость, зло и грехи. И знайте, что Аллах не притеснитель для своих рабов. Аллах справедлив, и это его справедливое решение. Эти иудеи это те, которые сказали, когда их призвали к исламу. Ведь Аллах завещал, повелел нам в Торе, чтобы мы не верили ни одному посланнику, пока он не явится к нам с чудом, жертвой, которую он приносит Аллаху, и которую пожрет, сожжет огонь, сходящий с неба. Скажи им, о посланник, ведь уже приходили к вам посланники до меня с ясными знамениями, доказательствами, указывающими на их правдивость, и с тем, о чем вы сказали, с жертвой, которую сжигает огонь, сходящий с неба. Почему же вы убивали их, пророков, если вы правдивы в том, что говорите? Если они, иудеи и другие, отвергнут тебя, о пророк, то ведь были отвергнуты многие посланники до тебя, которые приходили к своим народам с ясными знамениями, и с книгами, со свитками, и с озаряющим писанием, как Тора, Псалтырь и Евангелие. Каждая сотворенная душа, каждый человек, джин, ангел, животное, вкусит смерть, душа отделится от тела, сколько бы она ни прожила в этом мире. И вам сполна, без убавлений будут даны ваши вознаграждения за благие дела в день воскресения. И кто будет удален от огня ада и введен в рай, тот значит обрел успех, а земная жизнь является только обманчивым наслаждением, поэтому не обманывайтесь ею. Непременно вы, о верующие, будете испытаны своим имуществом, как вы будете расходовать на обязательные и добровольные милостыни, и самими собой, как будете повиноваться Аллаху, и как будете переносить ранение и смерть и потерю любимых до тех пор, пока правдивый верующий не отличится от других. И вы услышите от тех, кому даровано Писание до вас, от иудеев и христиан, и от тех, кто стал многобожником, много обиды, слова многобожия и ругательства. А если вы будете проявлять терпение и остерегаться наказания Аллаха, исполняя его повеления и отстраняясь от того, что он запретил, то это из дел, для которых необходима твердая решимость, упорство. И напомни, пророк, как взял Аллах Завет, договор, подкрепленный клятвой, с тех, кому даровано Писание, с иудеев и христиан. Непременно и обязательно вы будете разъяснять его, свое Писание, иудеи Тору, а христиане Евангелии, людям, и не будете скрывать его, Писание. Но они бросили это, Завет, за свои спины, и купили за это, за сокрытие истины и искажение Писания, ничтожную цену, променяли на мирские блага. Скверно же то, что они покупают. Не думай же, о пророк, что те иудеи, которые радуются тому, с чем они пришли, какое зло они совершили, изменив слова Аллаха и его закон. И при этом они еще любят, чтобы их хвалили за то, за благое, чего они не делали. Ты не считай, что они преуспеют в избежании наказания. Поистине, для них в день суда мучительное наказание. И только одному Аллаху принадлежит вся власть над небесами и землей. Все принадлежит только Аллаху, и Он полностью управляет всем этим. И все происходит только по Его знанию и по Его дозволению. И Аллах над всякой вещью мощен. Поистине, в творении небес, в их величии, и земли, с ее горами, равнинами и морями, в смене ночи и дня, в том, как они следуют друг за другом, во всем этом однозначно знамение для обладающих разумом. Тех, которые поминают Аллаха стоя, сидя и на своих боках, и размышляют о сотворении небес и земли, и говорят, «О Господь наш, не создал ты этого попусту, не зря ты привел все это в бытие, приславен ты, защити же нас от наказания огня». О Господь наш, кого ты введешь в огонь, того ты опозорил. И нет у притеснителей тех, кто причинил зло самому себе своим неверием никаких помощников, которые спасли бы их от наказания Аллаха. О Господь наш, поистине мы слышали возглашающего пророка Мухаммада, который призывал к вере, «Уверуйте в Господа вашего», и мы уверовали истинной верой. О Господь наш, прости же нам наши грехи и очисти нас от наших скверных деяний, отпусти наше прегрешение и упокой нас с благочестивыми, присоедини нас к праведным. О Господь наш, и даруй нам то, что ты обещал через своих посланников, помощь в победе, содействие в благих делах и истинное руководство. И не позорь нас в день воскрешения, ведь поистине ты не нарушаешь своего обещания. И ответил им на их мольбу Господь их, «Поистине, я не погублю благих деяний ни одного из вас, кто совершал его, ни мужчины, ни женщины. Каждому дам его награду. Одни вы от других, все вы равны перед ним. А те, которые переселились на пути Аллаха, оставили свои дома, чтобы заслужить довольство Аллаха и помогать установлению Его слова, или были изгнаны из своих жилищ из-за притеснителей, были вынуждены покинуть их и были подвергнуты страданиям на моем пути из-за повиновения и поклонения мне. И сражались, возвышая мое слово, и были убиты на этом пути, я непременно удалю от них их плохие деяния, прощу им грехи и введу их в сады рая, где текут под ними, под дворцами и деревьями реки, как награду от Аллаха, а ведь у Аллаха наилучшая награда». Пусть не обманет тебя, о посланник, оборотливость, спокойная и благополучная жизнь тех, которые стали неверными в странах, ты не думаешь, что они останутся безнаказанными. Ведь жизнь в этом мире всего лишь очень малое пользование по сравнению с той наградой, которую даст Аллах в вечной жизни, а потом конечным пристанищем их неверующих станет гиена, ад и как ужасно это огненное ложе. «Но для тех, которые остерегались наказания своего Господа, сады рая, где текут под ними, под дворцами и деревьями реки, они пребудут в них, в райских садах, вечно, как обитель от Аллаха». И то, что у Аллаха лучше для благочестивых, чем любые блага в этом мире. И поистине среди людей Писания непременно встречаются такие, что уверуют в Аллаха, признают Его единственным Господом и Богом и принимают Ислам, и они веруют в то, что не спослано вам, о верующие, в Коран, и что не спослано им, в Тору и Евангелии, смиряясь перед Аллахом и не покупая за знамение Аллаха малую цену, не занимаясь сокрытием истины или искажением слов Аллаха ради мирских благ, в отличие от других из числа людей Писания. Такие для них обещана награда их у их Господа. Поистине Аллах быстр в расчете. О вы, которые уверовали, терпите в повиновении вашему Господу и когда случается несчастье или приходят испытания и проявляйте большее терпение, чем ваши враги, одолевайте врага терпением, охраняйте границы Ислама и территории мусульман, усердствуйте на пути Аллаха и остерегайтесь наказания Аллаха, выполняя то, что Он повелел и стороняясь того, что Он запретил. Может быть, вы обретете успех. Субтитры создавал DimaTorzok